Я хочу сегодня прочитать историю из книги «Деяния апостолов» 5-й главы. И думаю, что эта история потрясла Первую Церковь, и очень много о ней говорили в Первой Церкви. Так много говорили, и так она была известна, что даже, видите, вошла в книгу «Деяния апостолов» и дошла до нас. И вот книга «Деяния апостолов» 5-я глава. «Некоторый же муж именем Анания с женою своею, сапфирую, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». В Первой Церкви люди переживали прикосновения Божьи, то, что у них было, продавали, приносили в Иерусалимскую Церковь к ногам апостолов. И вообще Первая Церковь в Иерусалиме, она жила такой общинной жизнью. То есть они не просто собирались раз или два раза в неделю, они жили как одна большая такая коммуна, община. Некоторые верующие, читая это, думают, почему мы сегодня так не живем? Но я хочу вам сказать, что так жила только Иерусалимская Церковь до того, как начались гонения. То есть другие церкви, они не жили вот такой общинной жизнью. Это была именно специфика вот этой Иерусалимской Церкви. И вот видите, Анания сделал вид, что все продал и принес к апостолам все деньги. Но на самом деле утаил часть. И вот смотрите, третий стих. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Часа через три после сего пришла жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за сколько ли, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня. Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и вынеся похоронили подле мужа ее. И смотрите, одиннадцатый стих. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. История печальная, я бы так сказал, даже трагическая, но показательная. Люди захотели обмануть, сделали одно, сказали другое. Дух Святой сошел. Сначала муж, потом жена, пали замертво. Вот что бывает с теми, кто обманывает, особенно народ Божий. И вывод. Великий страх пришел на каждую душу. Поэтому вроде бы трагично, но понятно и логично. А вот представьте себе, если бы было немного по-другому. Они решили обмануть, принесли часть денег, сказали, что это все деньги. Из-за этого их стали все в первой церкви уважать. Они стали авторитетными служителями, которые ездили по первым церквам и всех учили посвящению и жертвенности. Вот если бы такая история была. Заметьте, она нелогичная, но почему-то встречается чаще. Почему-то в жизни чаще встречаются не такие истории, а вот то, о чем написал, смотрите, в псалмах. Давайте откроем 72-й псалом. 72-й псалом. И прочитаем здесь, ну тоже можно, вот псалом Асафа с первого стиха. Смотрите. Как благ Бог к Израилю и к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету. Говорят свысока, поднимают к небесам уста свой язык, их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашию. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего. То есть вот посмотрите, если в истории из книги Деяний люди обманывающие должны задуматься, о, вот оказывается, что происходит. Что происходит с теми, кто обманывает? Стоит ли жить ложью? Стоит ли жить обманом? Задумались они, да? Тут наоборот, не то, что обманщики задумываются, а верующие, живущие честно, задумываются и обращаются к Богу. А есть ли смысл жизни справедлива? Есть ли обманщики, клеветники отлично устраиваются на земле, а люди, живущие честно, нередко нуждаются? Какой тогда смысл в честной жизни? Бог, ты вообще там следишь за тем, что происходит на этой земле? Ну, я думаю, вот не только я один, но многие здесь скажут, что все-таки вот то, что написано в псалме, в жизни переживается намного чаще, чем сказано в пятой главе Деяния. Разве не так? Вот кого-нибудь из вас когда-нибудь в жизни обманывали? Все обманывали? Подними руку. Выше подними. Все, все говорят, все, да? Хорошо, опустите. А кто-нибудь сам обманывал? Поднимите руку. Чего-то так меньше. А если ты обманывал и тебя обманывали? Подними две руки. Ну, в принципе, чего и переживать. В основном все с двумя руками сидят, да? То есть, может быть, тот, кто тебя обманывал, он вот за тобой и сидит сейчас. А кого ты обманул перед тобой? Правильно же, да? Слава Богу, что все замертво не падают. Если бы пятая глава Деяния продолжилась, неизвестно было бы ли церковь сегодня. Может быть, уже история христианства давно закончилась бы из-за отсутствия прихожан. Вот. Но вот действительности драгоценные. Вот, ну, если мы будем честными, ну, конечно же, чаще всего нас посещают не страх Божий из книг Деяний, когда мы видим, какие вот воздаяния на обманщиков приходят, а наоборот, сомнения, как же, не напрасно ли я вот так честно живу? Если честно живешь, и часто в жизни мало получаешь, а вот не честно живешь, обманываешь, и его прямо, как он прямо, этот Асав красноречиво вот описывает, образно, от жира выкатились глаза, видно, его сильно достало это. Когда ты смотришь, и говоришь, лицо твое живое, да, вот когда, видно, что это его лично касалось, и лично, задевало его это. Я на прошлой неделе прочитал историю, которая меня довольно, ну, коснулась, я размышлял, там произошла с одним итальянцем, он уже был в возрасте, был вдовцом, и вот он страждал от одиночества, живет один, дети выросли уже, у них свои семьи, как бы вот остался один, и вот случайно в интернете познакомился с молодой женщиной из России, из Петербурга, ну, как-то вот познакомились, начали переписку, и вот у них возникли чувства друг к другу, и постепенно они начали общаться чуть ли не ежедневно, причем делиться самыми такими сокровенными вещами о жизни, о любви, о смысле вообще, зачем мы здесь, вот, не было запретных тем, то есть вот такое единение душ произошло, это молодая женщина из Санкт-Петербурга, там работала, жила не очень богато, сама была сиротой, вырастила бабушка, и вот этот итальянец однажды прочитал, что там бабушка заболела, и все, и вот, его так сначала немножко напрягло, это что там бабушка заболела, но потом, она не просила у него денег на лечение, даже более того, когда он так думает, может помочь, она отказывалась, говорит, нет, 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 и вот он думает, вот какая и умная, по-английски может с ним общаться, и красивая, видит ее в скайпе, и скромная такая, то есть, даже когда предлагаешь помочь, отказывается, вот, просто удивительная, и тогда он решил приехать в Россию, приехать в Санкт-Петербург, и, как раз в такой романтический период, белые ночи, где-то спустя полгода после их знакомства, вот, и он прилетел в Санкт-Петербург, она его встретила в аэропорту, она в жизни еще лучше оказалась, чем по интернету, вот, и только одна была проблема, бабушке стало плохо, и нужна была срочная платная операция, и он решил, конечно, я помогу, и нужно было там 5000 евро, я помогу, я сделаю все, чтобы бабушка была здорова, и они прямо вот поехали в больницу, он сел в холле ожидать, она взяла деньги, и пошла проплачивать операцию, вот, и он сидел, ждал, час ждет, два ждет, три ждет, ему потом уже персонал объясняет, что никаких пациентов с такой фамилией, или похожей тут нету, и более того, они такие операции в этой больнице не делают, а он не мог поверить в это, и остался в Петербурге еще несколько дней, звонил ей на телефон, сначала никто не отвечал, а потом вообще абонент недоступен был, и хотя его все вокруг убеждали, что она мошенница, он был уверен, что с ней что-то случилось, потому что, ну, они общались чуть ли не каждый день на самые сокровенные темы, на самые такие личностные, какие-то переживания делились, друг с другом, как такое может быть, как такое может быть, и уже только через несколько дней он уже улетел из России, и напоследок написал ей такое письмо, где просил ее не бросать его, не делать его вдовцом второй раз, прочее, прочее, вот, и прочитаешь, когда такие истории, к сожалению, истории не редки в наше время, правда же, не редки в наше время, и вот думаешь, вот сколько, сколько вот этого обмана, когда, вот в этой-то истории еще самое, когда вот на, как бы на самых чистых, святых чувствах играет, да, любовь, жизнь, смерть, на личностных отношениях их используют для корысти, тут даже не просто потеря денег, потеря финансов, а какая-то потеря каких-то вот внутренних вещей, да, правда, понимаете, да, о чем я говорю, и это касается не только там где-то что-то, мы видим, что здесь подняли все руки, так нас тоже обманывали, и мы тоже обманываем, мы знаем, что и верующих, и церковь тоже обманывают, и помните, у нас некоторое время назад, там какая-то верующая приезжала из Азии, помните, да, и рассказывала эту историю, про как там она слушала мои проповеди, как ее там сильно Бог касался, и она стала верующей, и у нее там гонения начались, ее муж избивал за веру, и прочее, 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 и вот она вынуждена была бежать, там у нее там дочка близнецов родила, помните, да, целая история, и знаете, что интересно, говорят, что самое главное, это не просить денег, а сделать так, чтобы у человека, у самого человека возникло желание помочь, потому что меня никто не просит, я прямо вот сам чувствую, надо помочь, надо что-то, надо хорошее сделать, и у нас верующие из церкви стали ей помогать, давать ей суммы, и потом, когда вдруг вскрылось, что она мошенница, она просто тут колесит, и в каждой церкви рассказывать, что именно вот благодаря пастора, проповедям пастора, этой церкви, я коснулся там, и вот такая ситуация, она уверовала, и прямо вся в гонениях, вся в притеснениях находится, и насколько это все выглядит натурально, искренне, и потом ба-бах, оказалась она обманщица, раз, телефон не отвечает, с деньгами уехала, а ты остаешься и думаешь, а как же так? Опять-таки, больше похоже на переживание Асафа, чем на то, что произошло в первой церкви с Петром, правильно? Происходят такие истории. Сейчас даже целое такое возникло, такой целый термин возник, скамер. Скамер – это мошенник, который использует личные данные для корыстного обогащения. То есть он как бы что-то узнает там, вот, вот там, вот такие церкви, ага, вот об этом они пропадут, вот такой-то пастор, и приходит, и как бы все личностное. Ну, как помните, письма приходили в свое время много из Африки, там, из Нигерии, что прям тебе лично, что вот у тебя там лично какой-то человек, он тебя прям, ты его не знал, а он тебя знал очень хорошо. И он умер, а у него столько денег, и он не знал, кому оставить, решил тебе. И ты думаешь, ну, Господь, ну, не напрасно я десятины переносил все-таки в церковь, Бог меня услышал. И таким чудным путем, через какого-то нигерийского мультимиллионера, а вот благословительный просто уже готовый меня настигнуть. Но через некоторое время потом понимаешь, что там не то, что благословение тебя не настигло, у тебя все, что есть, ты теряешь. Но это уже потом. И вот много такого обмана, мошенничества сегодня, и мы, верующие, тоже попадаем порой в этот обман. Тактика мошенников, чтобы ты сам захотел расстаться со своими деньгами. У тебя даже никто, даже говорит, да нет, не надо, да вы что, да нет, 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 да не уж возьмите, ну уж если ты так просишь. Когда кризисы, особенно в стране, всегда возникают разные финансовые пирамиды, всякие махинации. А мы знаем, что сейчас опять в экономическом плане у нас в стране непростая ситуация. И смотрите, опять воскресают разные финансовые организации, всякие пирамиды. И уже я опять начинаю слышать истории, к моему глубочайшему сожалению, что вот кого-то уже из верующих, из церкви, там обманули, подставили. И уже даже некоторых верующих вижу у нас на местных каналах, которые дают интервью, как их обманули. И, конечно же, это всегда больно и печально. Я, вы помните, особенно вот в периоды, когда там воскресали и первый раз, и второй раз, разные МММ. Помните, мы в церкви всегда говорили об этом, хотя это в принципе не цель и не задача церкви финансово учить людей. Но, поскольку мы живем в такое непростое время, хотя время, наверное, всегда было непростым, мы говорили, что, ну, будьте мудры, в крайнем случае всегда вы можете прийти и посоветоваться. Вот честно вам скажу, почему-то советчиков очень мало бывает, кто приходил посоветоваться. Я, конечно, понимаю, что вы можете прийти ко мне, он говорит, Виктор, вот такое предложение, что мне делать? Думаешь, а что к Виктору идти? Ну, он же пастор церкви, он же, он же не финансист, я не финансист, у меня нет никакого экономического образования, но поверьте, я сразу тебе скажу, если тебе обещают под 200% в год, беги подальше, пока не убили. Сразу, просто скажу, даже не буду в детали вникать. Я даже не буду вникать в детали, я сразу тебе скажу такие вещи, потому что тот, кто тебе обещает такие проценты, он либо занимается наркоманией и продажей наркотиков, либо оружием, а это криминальные сферы. Я, конечно, понимаю, тебе говорят, что это просто уникальная возможность и ни с кем не делись, иначе все узнают. Это только для тебя, чтобы ты стал богатым человеком. но такие, даже вот та мошенница из Киргизии, вы знаете, я ее лично сам даже никогда не видел, она всегда была в церкви, когда меня не было. Рассказывала все эти, все эти истории. Поэтому не случайно у нас в церкви, и большинство из вас знают, у меня всегда в церкви возникают конфликты с разными людьми, которые обещают всевозможные финансовые структуры с большими процентами. У них всегда со мной проблемы, потому что мы это делать запрещаем. Это всегда было. И эти люди говорят, да пастор не понимает, он там ничего не знает, а что он там знает, а тут такое дело. И это же, знаешь, это же всегда воздействует на гордость, о, быть в каком-то деле, о котором даже пастор понятия не имеет. Он не понимает, а вот я и этот брат, мы понимаем. И сразу же, как себя чувствуешь-то? Никто не понимает, один ты понимаешь. Все станутся бедными, а только ты богатый будешь. То есть это все работает на нашей гордости, на наших амбициях, и такое, к сожалению, происходило и происходит, да и будет происходить. И вот возникает вопрос, а что же делать, как быть? И вот посмотрите, давайте откроем послание к Галатам, шестую главу. и я хочу прежде всего поговорить о тех, кто сам так обманывает. Смотрите, Галатам, пятая глава, нет, шестая глава, Галатам шестая глава, седьмой стих. Вот посмотрите, апостол Павел пишет, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, делает вывод Павел, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверьем. Конечно, когда думаешь об обманщиках, хочется как-то воздействовать на совесть, да вы подумайте, что вы делаете. Люди же часто с последним расстаются, там в долгах огромных оказывается, как вы можете обогащаться, на чужом горе, на чужих слезах. Поймите, чаще всего вот такие увещевания, они бесполезны. Почему? Потому что чтобы воздействовать на совесть, совесть должна быть. А Писание говорит, что немало людей, сожженных в своей совести. Есть голос, который говорит нам изнутри. Когда мы делаем что-то неправильное, внутри тебе словно вот звучит, нет, не надо, не делай так. Но когда ты не слушаешь это и переступаешь через горло совести, в конце концов совесть, знаешь, похожа на эту обожженную головешку. Люди сожженные уже в этом, уже делают зло и не испытывают никакого осуждения. поэтому я не буду там воздействовать на совесть. Я просто скажу словами апостола Павла, что сеешь, то и жнешь. Что интересно, драгоценные, жатва приходит не на следующий день после сеяния. Если бы было вот так вот, сделал, получил, сделал, получил, вот как в книге деяния. Ну, трагично, но логично. Обманули, получили воздаяние. Все понятно, все ясно, вопросов нет. А когда человек обманывает и не то, что не получает воздаяние, а наоборот обогащается в авторитете, уважаем, вот тут начинается сомнение Асафа, а не напрасно ли я смирял сердце мое, а не напрасно ли я честно жил. Так получается, как в этой детской песенке хорошими делами прославиться нельзя, а плохими очень быстро можно. Но Павел говорит, не сразу, но жатва неизбежна. Я говорю сейчас даже не про воздаяние после смерти, а при жизни, скажешь, пастор, но при жизни ведь нередко мошенники живут, и так их суд не настигает. Да, порой внешний суд не настигает, но внутренний всегда приходит. Почему? Это потому, что мы склонны всегда в окружающих видеть себя самого. И если ты живешь обманом, то ты сам никогда никому доверять не будешь. Ты обрекаешь себя на это одиночество. Мне очень нравится в книге Деяния апостолов после каких-то потрясений, когда они были в темнице, там написано, и пришли к своим. Вот знаете, всегда есть огромное благословение, когда у тебя есть свои, которым ты можешь прийти. Есть люди, с которыми ты можешь быть открытым, с которыми ты можешь быть честным, которые тебя поймут, которые тебя поддержат, которым ты можешь доверять. Так вот, живя обманом, кому ты можешь доверять? Если ты сам обманщик, у тебя всегда будет мысль, ну так ведь и меня обманут тоже. Я сам играю на доверии людей, как я могу кому-то сам доверять? Это несчастная жизнь, когда нигде, ни в семье, ни среди друзей, нету своих, ты со всеми вынужден быть на дистанции, ты со всеми все должен продумывать и просчитывать, что это за жизнь, когда сплошной расчет и недоверие, а? Когда ты ни с кем не можешь соединиться своей душой. да мне кажется, драгоценное это намного более страшное наказание, чем даже те анания сапфиры, которые пали замертво, они пали замертво, ушли в вечность, а вот все время жить внутри вот с этой мертвостью, когда ты чувствуешь себя вот одиноким, ты обрекаешь своим обманом себя на вечную изоляцию. Ты это сеешь, и ты это пожинаешь. Поэтому Павел говорит, сеющие в плоть, они пожнут тление. Тление. Тление приходит не сразу, но неизбежно. Неизбежно. Но есть и другая альтернатива, об этом пишет Павел, сеющие в дух, а духа пожнет жизнь вечную. Поэтому смотрите, делая добро, да, не унываем. Есть всегда искушение, делая добро, впасть в уныние. Потому что иногда ощущение происходит, вот ты делаешь добро, что-то делаешь хорошее, стараешься, а такое чувство, что ничего не меняется. Вот бывало такое, вот делаешь добро, думаешь, а стоит ли, а нужно ли. Потому что порой за твое добро ты не только благодарности не слышишь, а наоборот даже тебя начинают подозревать в чем-то. Делаешь добро. Я помню, у меня все время было, когда в конце 90-х годов, когда про нашу церковь много всякой лжи распространяли, всякой лжи, всякой гадости, всего, 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 негативного. Я помню, думаю, как же так? Вот ты отдаешь всего себя, всего сердца, делаешь, конечно, ты несовершенный человек и делаешь ошибки, но по крайней мере ты без всякого лукаса, то, что ты делаешь, делаешь честнее, делаешь искренне. И о тебе. Ну, ладно, там не говорят, что какой он молодец, как он все хорошо делает, какой он молодец. Ладно, это не говорят, говорят даже наоборот, а он хитрый, думаешь, да вы что, какой хитрый? Какой хитрый? Если бы я хотел обогащения, я бы уж занимался чем угодно, но не церковью, потому что есть намного более хорошие средства, но поскольку меня не интересует обогащение, но хотелось исполнить волю Божью, поэтому я служу, а в ответ никакой благодарности. И знаете, приходит такое уныние, потому что мы ведь хотим, чтобы нас оценили, понимаете, да, твои мотивы. Так вот, апостол Павел говорит, не унывай, всегда хочется впасть в уныние, но не унывай, делая добро, не унывай, потому что и ты точно так же в свое время пожнешь, даже когда кажется, что это может быть напрасным, и никто не понял, никто не оценит, знай, есть тот, кто видит, кто ценит, и кто понимает. Поэтому мне, знаете, мне так нравится, когда мать Тереза писала, делай добро, даже если людям будет недостаточно, но ты все равно продолжай делать добро. Служи, даже если тебя обвинят, что ты это делаешь из корысти, а ты все равно продолжай служить. Помните, да? И в конце она пишет, что однажды ты поймешь, что все это происходило не между тобой и другими людьми, а между тобой и Богом. В свое время пожнешь, потому что Бога не обманешь. Как пишет здесь апостол, Бог по ругам не бывает, Он все видит, поэтому продолжай делать добро, не ослабевай, не ослабевай, даже если нет этого урожая, который ты ждешь, все равно не ослабевай, будь рад, что ты не тот, кто ожидает тления, сеющий в плоть, продолжал сеять в дух. Поэтому, вы знаете, вот эти слова Павла, это в принципе такое серьезное очень предупреждение. Павел не пытается там на совесть дать, он пишет просто, придет воздаяние, сеешь в плоть, будет воздаяние, сеешь в дух, будет воздаяние. А как же быть с теми, кого обманывают или кого обманули? Тут я хочу тоже прочитать, смотрите, второе послание Тимофея, слова Павла в третьей главе. Второе Тимофея, третья глава, тринадцатый стих. злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле. Вот может быть нам это не нравится, мы с этим не согласны, но послушайте, вот пока будет эта земля, вот пока не вернется Иисус за своим народом, злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. Ты пребывай в том, что ты научен. И поэтому, драгоценные, если мы с вами становимся жертвами обмана, самое первое это бывает горьким, болезненным уроком, но это может быть стать очень ценным уроком, если мы научимся извлекать уроки, даже из ошибок. Самое первое, какие мотивы, что находится в твоем сердце. Вы знаете, когда нас обманывают, это прекрасная возможность вникнуть в себя, в свое сердце, в свои мысли, в свои мотивы, в свои намерения. Потому что по своей плотской природе мы внутри себя жадные, ленивые. Мы можем это скрывать за такими словами, нет, Виктор, нет, нет, я не жадный, я не ленивый. Понимаешь, я хотел обогатиться, вот меня там, может быть, обманули, но у меня были хорошие мотивы, я хотел в церковь деньги принести, нуждающимся помогать. Это лишь мишура. Внутри чаще всего жадность, лень, алчность, понимаете? Вот что внутри, вот что внутри находится. Я вырос в счастливое бескомпьютерное детство, когда мы в основном в детстве, если играли, то играли в настольные игры. Мы играли в настольные игры, у нас были настольные игры, помните эти настольные игры, да? Там всякие, вот есть такая дорожка, обычно она нарисована очень такой, как это сказать, извилистой, долгой, да? Вот есть старт и есть финиш. Вот есть такая извилистая, непростая дорожка. Но там в игре были такие особые кружки, если твоя фишка встанет на этот кружок, ты по стрелочке сразу же поднимаешься на несколько уровней ближе. Помните, да, это все, да? И всегда хотелось оказаться на этом заветном кружке, чтобы не идти этой извилистой дорожкой, а сразу оказаться в дамках. А поскольку мы христиане, мы называем это Божьим благословением. Где такое Божье благословение мы разглядели в Библии, это другой вопрос. Есть целые специалисты, которые тебе такое благословение из Библии выведут, я не из их числа, поэтому я тебе об этом рассказывать не буду. Но я в моей Библии читаю другое. Бог учит нас, верный в малом получает больше. мы хотим получать больше пострелочки минуя малое. Мы не хотим идти вот под этой извилистой дорожкой, делать добрые дела, хорошо идти. Нет, мы хотим пострелочки сразу, знаешь, ой, вы там ходили, да, наверное, молились мало, а я помолился, меня Бог так благословил. Пока вы там шаг за шагом, кружочек за кружочком, я сразу нашел заветный кружок и сразу же и всех обогнал. И мы даже не понимаем, что в этом обман, который построен на жадности и гордости, вот так, минимум усилий, максимум результат. И мы почему-то еще убеждены, нам мозги промывают, что этого Бог хочет, что это Бог тебя благословит. Да с какой стати? Библия много говорит, что трудящийся, достоин пропитания, а не наш отчезаветный кружок Божьего благословения. Мы не хотим этого. Мы хотим раз-раз-раз. Ну что ты тут работаешь из года в год, получаешь постепенно авторитет. Знаете, я вам скажу честно, Бог меня благословляет, но все, что в жизни у меня получилось, я шел шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Некоторые говорят, ой, Виктор, хорошо, выживете но мы до того, как жили в своем доме, мы начали жить за городом, как это называлось? Да, как это называлось? Это не то, что общежитие, это барак. Мы с Дианой начали семейную жизнь в бараке за городом, потому что снимать даже маленькую квартирку в Екатеринбурге мы не могли. Я помню, когда мы поселились на двухкомнатное, потом трехкомнатное, это годы, годы, годы шли. У нас в этом году 25 лет совместной жизни. Мы шли шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Сколько? 25 лет. Я понимаю, особенно для 20-летнего, кто даже еще не жил столько, сколько мой семейный стаж, кажется, 25 лет это вот так вот идти, когда ты трудишься, каждое воскресенье проповедуешь. Это работа. А хочется, ну, 25 лет, а вот хочется вот так вот, раз, 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 и через два года все, у меня свой коттедж, все, машина, все, круто, я смотрю, ну, 25 лет, пастор, я за год это все сделал. Как? Места надо знать и в Бога верить. И вот, вот, и потом, когда вот эти все вещи, когда такие вещи происходят, я же так хотел, ты жадный, ты просто хотел халявы. поэтому печальный, но урок всегда, когда мы становимся жертвой чего-то, мошенничества, обмана, дорогой, но урок вникни в себя, вникни в свое сердце. Потому что источники жизни не от зарплаты, не от счета в банке, из сердца. Вот где жизнь. Вот где жизнь. Понимаете, деньги потерять не страшно, страшно сердце потерять, страшно совесть потерять. Вот что страшно. Об этом Библия учит. Страшно превратиться в человека, который живя на земле коротенькую жизнь тратит эту жизнь на то, чтобы обогатиться и однажды все это оставить. Вот что страшно. Мне 44 года. Я смотрю, думаю, Господи, как все быстро пролетело, когда я уже не считаюсь молодым. быстро пролетело. Я общаюсь с молодежью, говорю, вы не понимаете, вот вы думаете, 44 года, древний старец, раз, и вы такие. Они смотрят, да, Виктор, но я понимаю, что они не осознают это. Меня могут понять только кому-то, может быть, 78 лет. говорит, Виктор, 80 лет, раз, и тебе 80. И вот эту жизнь, короткую жизнь потратить на то, чтобы кого-то обманывать, там что-то с кем-то там решать. Вот, вот что страшно, превратить свою жизнь в поиск лишь материального богатства, которое ты неминуемо оставишь здесь. Вот страшно. Поэтому выявляя свои мотивы, что у тебя внутри, что у тебя там находится, выявляй, проявляй. И, если скажешь, пастор, ну, а вот как делать, вот как вот с этим итальянцем, который приехал в Санкт-Петербург, ну, не было у него корыстных мотивов, а наоборот, когда используют наши, как бы, чистые мотивы, когда помогали той женщине с Азии, помните, да, ну, не было же желания было как-то поддержать, желание было помочь, но не было алчности в этом. Конечно же, никакой алчности не было. Дорогие, если мы вникаем вникаем в свое сердце и нас обманывают на самых чистых мотивах, на самых святых мотивах, желание помочь, желание поддержать, тут очень важно не дать мошенникам превратить нас в их подобие. как в знаменитой поговорке «С волками жить, поволчевыть», когда вдруг мы внутри ожесточаемся думом, а, вот если так, тогда и мы тоже будем такими же. вот что страшно. Тут важно понять невелика потеря материального, как важна потеря внутреннего. Иисус никогда не говорил, что верующих в Него никто не обманет. Верующих обманывают, как и всех остальных. Иисус говорил о другом. Помните? Вот Матфея, шестая голова, смотрите, Нагорная проповедь, девятнадцатый стих. Вот что говорил Иисус. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Иисус не учил, что мы не должны работать и быть бездельниками. Он говорил, что материальное обогащение не может быть главным в нашей жизни, потому что на этой земле есть мошенники, он говорит, есть воры, моль и ржа. Но, смотрите, что говорит Иисус, «но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где», 21 стих, «ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Некоторые думают, что вера нас обезопасит от мошенников. Конечно, вера часто людям ставит мозги на место. но если ты думаешь, что ты такой умный, что тебя не могут обмануть, ты гордый. Любого человека можно обмануть. Вера нас часто не обезопасит от обмана. Мы живем на земле обмана, воров и мошенников, но вера делает так, что в нашем сердце иные ценности. Иные ценности. поэтому даже когда тебя обманули, ты продолжаешь делать добро, потому что это делаешь не просто для людей, ты для него это делаешь. Понимаете? Для него это делаешь, для него совершаешь это. Я помню, когда в 90-е годы я пошел учиться в автошколу, это была вторая половина 90-х годов, пошел учиться в автошколу и со мной администратор, который в то время был в нашей церкви Константин Воробьев. Думаю, многие, кто 90-е годы, вы помните его. И вот я помню, какая радость, мы с ним вдвоем учились, и мы с ним вдвоем закончили. И вот, когда первая машина, я помню, первая машина, и вот эта машина, и у тебя никогда не было машины, и у моих родителей не было машины, и вот машина, и ты смотришь на эту машину, и вдруг, если там появится на этой машине царапина, у тебя же прямо сердце все сжимается, как, такая машина и царапина, а если, не дай бог, там кто-нибудь ее заденет или помнет, это же вообще трагедия, как, вот такая была новая машина, а тут по ней пошаркали, она уже не новая, она уже пошарпанная какая-то, и так прямо переживаешь, и какие-то вещи, и там, или что-нибудь там сломается, ой, там сломалась, такая машина, такая дорогая машина, и там что-то такое сломалось, я помню, я так переживал, так, что с этой машиной прямо, уже не машина для тебя, а ты для машины, это проблема, к сожалению, у многих мужчин происходит, я помню, когда однажды, вот Константин поехал, это была зима, девяносто восьмой год, и когда машину вынесла под колеса грузовика, и он погиб там, я в это время находился в Москве, и когда мне сообщили, это, наверное, был один из самых тяжелых периодов моей жизни, я помню, я сразу же прилетел сюда, я смотрел на эту искореженную машину, не подлежащую восстановлению, и впервые я не просто понял умом, а где-то глубоко внутри осознал, это всего лишь железо, трагедия не в этом, а то, что человека нет, и с того времени, вы знаете, у меня словно обрезало вот это вот трепетное отношение к машине, чтобы кто-то не поцарапал ничего, я четко понял, это всего лишь вещь, и когда что-то происходит, какие-то там ДТП, у меня единственный вопрос, как самочувствие того или иного дорогого мне человека, нормально все, хорошо все, и потом помню, когда уже потом, даже когда там Саша Анискин попадал в аварию, мне было все равно, что машина тоже не подлежала восстановлению, я думал, слава Богу, с ним все хорошо, только люди имеют настоящее, ценность души людей, а вещи, это всего лишь вещи, и деньги, это всего лишь деньги, и Иисус говорит, где твое сердце, кому ты посвящен, людям или вещам, где твое сокровище, где твое богатство, и так печально, когда я вижу верующих, которые приходят в церковь и думают, что вера дает им просто-напросто помощь и поддержку небес в их земной жизни, драгоценные, это не сводит христианство до магических ритуалов, потому что христианство это не просто какая-то помощь Бога в твоей повседневной жизни, христианство прежде всего это изменение твоей жизни, это новая жизнь, жизнь с Богом, с новыми ценностями и с новыми сокровищами, с такими сокровищами, которые не поддаются ни инфляции, которые никто не сворует, никто их не заберет, это сокровище находится не в земном, а в небесном банке, где ни вора не подкопают, ни ржа не достанет, вот где находится это сокровище, поэтому и у меня было, я думаю, было у многих людей здесь, в этом зале, когда на наших вроде бы чистых, святых чувствах кто-то спекулировал, кто-то пытался нажиться, но в эти моменты я вспоминаю, что я это делаю не просто для людей, это делаю для Бога, Бог видит мое сердце и я не позволю никому уподобить меня себе и стать подозрительным, недоверчивым и во всем видящим только подвох, я хочу продолжать делать добро, потому что в свое время, если не ослабею, Бог обещает джатву, Бог обещает благословить нас, поэтому драгоценные, Бог желает изменить наше отношение к этим видимым вещам на этой земле, изменить и любящим Бога все, даже какие-то негативные вещи, даже когда нас обманывают, но если мы любим Бога, все будет содействовать ко благу, если мы научимся извлекать уроки, все, потому что, наверное, самое удивительное послание в Новом Завете говорит о том, что настоящие ценности, настоящие сокровища, дорогой мой брат, дорогая моя сестра, у нас никто не в силах забрать, если мы сами не отдадим. Тот банк не подвластен, не подвластен земным мошенникам, потому что этот банк охраняет Господь. Где твое сердце? Там? Если там, то ты будешь продолжать и вот эту коротенькую земную жизнь стараться как можно больше сделать посевов в дух. И мы верим, мы пожнем жизнь вечно. . Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»